привет друзья ежедневно нас окружает искусство она помогает людям открыть больше себя реализовать себя уйти в свой внутренний мир мир своих представлений и мечтаний помогает оторваться от той действительности какая она есть и попасть в совсем другой противоположный мир не так давно несколько фотографий покорили интернет люди долго спорили настоящие они или нет но в итоге правда их сильно удивило да еще бы ведь когда смотришь на тонко прорисованные картины и галя озере возникает две реакции сначала думаешь ох ничего себе это не фотографии а потом тебя начинает накрывать чувство пустоты и какого-то глубокого разочарования в жизни ты понимаешь что создать иллюзию живого человека можно из самых банальных элементов кисточки масла и холста правда без невероятного таланта тут тоже не обойтись на протяжении более 25 лет талантливый израильский художник раздвигает границы фотореалистичной живописи создавая крупномасштабные масляные картины красивых женщин запечатленных на просторах солнечных ландшафтов в отличие от современных мастеров гиперреализма которые отнюдь не всегда копируют повседневную реальность и галя озере причисляют к мастерам фотореализма так как художник работает исключительно с фотографиями и не рисует с натуры художник работает с большой группой помощников которые производят фотосъемку моделей на природе по достижению желаемого результата отражаемого на фотографии виде наилучшей позы модели правильного света и других аспектов начинается работа самого и галю зири практически невидимые мазки художника превращаются в потрясающе реалистичные портреты гармонично переплетающиеся со спокойными пейзажами в настоящее время и галю зири живет и работает в нью-йорке за многолетнюю карьеру его работы приняли участие в многочисленных выставках как на родине так и за рубежом кроме того его работы находится во многих престижных постоянных коллекциях по всему миру включая музей современного искусства в израиле сан-диего музей американского искусства уитни и в других не менее значимых учреждениях моя идея состоит в том чтобы создавать не зеркальное отражение действительности чего и добиваются фотореалисты а чтобы отражать пространство между миром реальности и фантазией мои образы должны быть прочитаны как если бы они были стихами или сонетами добиваясь этой цели я уделяю особое внимание работе над интенсивностью света а также предпочитаю чтобы композиции забиловали деталями по сути моей работы находится под влиянием при рафаэлиты художников данте габриэля рассетти и джона эверетта милле делится мастер мои работы призывают поклоняться красоте в них есть страсть и восхищение красотой потому что я думаю что портрет женщины это художественно превосходная вещь все исходит из женщины красота любовь ненависть и так далее картины озере кажутся сгруппированными по крупным темам сладости предлагаемые на рынке обычно в больших кучах и в красочных упаковках одинокие люди в больших городах и печаль тех кто остался в стороне в тель-авиве он рисует человека в красной феске предлагающего турецкую канафе десерт из тонкого теста похожего на лапшу мужчина с тележкой и феской был приглашён на открытие и действительно предложил публике попробовать свои товары странный момент реальности казалось сошел с холста это один из аспектов картин озере воспевающих богатство рынка это что вы можете на нем получить конфеты журналы канафе все в изобилии кучами по доллару однако эти вещи создаются экономика дефицита и в некоторой степени манипулированием желанием рынок кажется предлагает все но это богатство которым вы никогда не сможете обладать в это сомнение озере несмотря на сутолоку городской жизни способен внести человеческие моменты близости пожилой мужчина смотрит на молодую женщину проверяющую товар молодой человек в метро смотрит вперед черный мужчина стоит рядом с группой танцующих хасидов это фигуры которых нет на рынке так сказать они живут в многомиллионном городе но по крайней мере в данный момент одиноки в конце пути одиночества находится бездомность когда человек настолько одинок что у него даже не друзей которые могли бы приютить его озере рисует бездомных людей те кто живет в большом яблоке но редко получает возможность откусить от него кусочек возможно это отражение иммигранта слишком хорошо осведомленного о суровости американской жизни и о том как легко быть забытым и отвергнутым или возможно это западная визуальная традиция поиска христа в нищем божественного в самых обыденных вещах который приближается израильский еврей и галь носит двое наручных часов на одних показано время в нью-йорке городе в котором он живет и где строит карьеру а на других в тель-авиве где происходила его последняя выставка проверка реальности сейчас она экспонируется в галерее современного искусства зимак художник также рад похвастаться различными кулонами которые он носит в каждом из них есть интересный кристалл из страны которую он посетил мастер хорошо разбирается во всех тонкостях израильского искусства и воспевает многих молодых артистов я постоянно смотрю на историю говорит он искусство для меня похоже на эстафету если все что вы делаете это берете эстафету и пробегать это же расстояние за то же время что и другие то чего вы достигли но если ты учишься на прошлом видишь ошибки и хоть немного исправляешься это твой выигрыш друзья а вам понравились работы мастера обязательно пишите свое мнение в комментариях ну а на сегодня пожалуй это все до скорого и пока